Такие прогулки по зеленой травке в расписании фиалки теперь регулярны. Зоотехник совхозкомбината «Заря» Сергей Курпин, как преподаватель дефиле, терпеливо учит корову шагать размеренно и уверенно. Уже на следующей неделе эта ухоженная дама галштинской породы будет дефилировать перед жюри настоящего конкурса красоты. В традиционном мероприятии выставки «Белагра» ежегодно участвуют хозяйства Мозорского района. И наши буренки всегда в призерах. В 2022-м третье место в своей категории заняла вот эта статная корова по кличке «Ромашка». Наше предприятие ежегодно участвует в конкурсе «Лучшая племенная корова». В прошлом году у нас ездила для участия корова по второй лактации, звали ее «Ромашка». Средний удой за год у нее был 14 911 килограмм. Жиромолочность 3,85 и белковая молочность 3,35%. Поэтому это была очень хорошая корова галштинской породы. Она у нас сейчас тоже уходит в стадии. На данный момент она стильная, поэтому она не может принять участие. Интересно, что внешняя красота на этом конкурсе не на первом месте. Претендентка на звание «Лучшей коровы страны» должна быть продуктивной и давать большое количество молока. В целом на этапе отбора экстерьер конкурсанток оценивали по 18 параметрам. «К нам приезжали представители госплем предприятия. Отбиралось по 18 экстерьерным параметрам. Учитывалось все. Высота в холке, прикрепление соска в имени, ширина скакательных суставов. Ну, как я говорю, 18 параметров. Настроение очень хорошее. Я думаю, у нас все получится, и мы займем опять призовое место». Фиалка в день влюбленных впервые стала мамой. И на зависть подругам по цеху быстро пришла в ту самую идеальную форму. Сегодня за сутки фиалка дает больше 44 литров молока. Неудивительно, что решение комиссии было единогласным. Эта буренка достойна представлять наш район и область на конкурсе красоты. «20-го года рождения. Можно сказать, три года ей. По первой лактации. Характер хороший. Вроде бы спокойная. Ну, бывает, конечно, иногда. Ну, вроде бы нормально. Кушать, как все коровы. Сила, сена. Посидимый рацион». Всего в конкурсе на выставке «Белагра» примут участие 24 коровы. По четыре от каждого региона. Фиалки уже сделали, маникюр и педикюр. А вот диету, как принято у моделей, буренка соблюдать не будет. Даже наоборот. Ведь продуктивность коров в первую очередь зависит от кормления. А с этим у животноводов Мозырьской заре проблем не бывает. Екатерина Юрченко, Юрий Горобец, телеканал Мозырь.